Добрый день господа! Я прошу простить мне мой менторский тон, но я хотел бы задать вам один вопрос. Что вы знаете о чермете? Он бывает разный. И в среднем цена черного металла в Российской Федерации сейчас плюс-минус самовывозом, как здесь, около 15 тысяч рублей за тонну. Но есть другой вид чермета, который стоит совсем других денег и обходится где-то в 450 тысяч рублей за тонну. И сегодня мы будем о нем с вами разговаривать. Сегодня у нас на обзоре чудеснейший УАЗ Патриот пикап в комплектации, ну я назвал ее так, Вариор СВО за 1 миллион 750 тысяч рублей. И это настоящая катастрофа. Поехали, парни! Формально, господа, это не первый мой УАЗ. Где-то года полтора-два назад я покупал себе Патриота на автомате за 1 миллион 250 тысяч рублей. И, честно говоря, я считал, что я дофига переплатил. Потому что та машина оставила, ну, в моей душе совершенно неизгладимые впечатления, которые я не думал испытать вновь. Но жизнь такая штука, в которой не надо зарекаться, поэтому мне пришлось опять купить автомобиль для того, чтобы подарить, передать его другим людям. Ну, как мне. То есть в этой сделке приняло участие много наших подписчиков. Один сервис, который ремонтирует британские автомобили, ну и ваш покорный слуга, соответственно. Поэтому у нас на обзоре появилось очередное изделие Ульяновского автозавода. Что происходит с обычной стандартной иномаркой через 3-4 года с того момента, как она стала выпускаться на заводе? Знаете, она обычно становится лучше. Ну, потому что находятся мелкие косяки, конструкторы-инженеры их исправляют. И годы через 3-4 новую модель можно брать, потому что в ней уже нет детских болячек. С этой машиной вообще все работает совсем по-другому, потому что я вам могу точно и аргументированно доказать, что это ведро, произведенное в Ульяновске, стало гораздо хуже, чем было. Начнем, пожалуй, с кузова. Ну, кузов, это же важно, это, в конце концов, внешний вид, ну, если мы говорим об автомобиле, а не об автоспецсредстве. Ну, если взяться рукой за вот эту накладку, пошатать ее, мы поймем, что, в общем-то, здесь есть легкие проблемы с тем, как она крепится к кузову. Говоря о лакокрасочном покрытии, можно отметить тот момент, что в нем есть трещина. Трещина на краске, которая не смутила ни ОТК завода, ни автосалон, потому что, в конце концов, это УАЗ. Ну, кто вообще смотрит УАЗ, когда покупает его за деньги? Идея сама по себе безумная, друзья мои. Ну, согласитесь, ведь я говорю правду, смотреть по кузову УАЗ, это чистое, чистое безумие. Вы, наверное, обратили внимание на то, что здесь стоит хорошая резина. Да, это действительно так, это кардиант, и хорошая она, потому что ее купили мы. На заводе, естественно, она не стояла. Все вот это вот шедевральное изделие идет сейчас на каме. Мы посмотрели на нее, сняли и отложили, соответственно, в дальний угол. А ось когда-нибудь жизнь ударит так, что и она пригодится. Ожидать можно всего, сейчас смутные времена. Как вы думаете, господа, что самое главное в УАЗе? В УАЗе самое главное – это постоянство. То есть, если кузов у вас говно, все кривое, открывая дверь в салон, вы начинаете радоваться постоянству автозавода прямо с места. То есть, вот этими вот простыми движениями, трогая обшивку, ну, вы просто убеждаете себя, что ничего хорошего внутри вас не ожидает. И это правильно, потому что это так оно и есть. Прежде чем я погружу свои телеса в это море Ульяновского лакшери, я хочу сказать вам, за сколько мы это купили. Наберите воздуха, как говорил Задорнов, перекатите цифру на губах, понимаете, вот ощутите всю ее. Один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Вот за это вот все. Но, напомню, некоторое время назад миллион двести пятьдесят или сорок я отдавал за подобный унитаз в идеальном техническом состоянии с автоматической коробкой. Что же сегодня нас ждет за один миллион семьсот пятьдесят? Кстати, это со скидками. Кунцево пошло нам навстречу и сделало дисконт. Так, все вот это вот сантехническое изделие стоит еще дороже. Задайте себе вопрос, что вы ожидаете увидеть в тачке, за которую только что отдали почти один и восемь лимона рублей? Ну, вы ожидаете увидеть там музыку, вы ожидаете увидеть подогревы, вы ожидаете увидеть вентиляцию сиденья, вы ожидаете увидеть аэрбэги, электронную раздатку. И знаете, здесь ничего этого не будет, потому что тут этого ничего нет. Вот как бы если вы посмотрите на приборную панель, вы поймете, что в машине нет даже кондиционера. А все лакшери-изыски заканчиваются кнопкой аварийки. Вот, кстати, она. Больше ничего хорошего, кроме меня, блин, в салоне этой тачки вас не ждет. Знаете, парни, если вы купите себе такой пылесос за 1.75, ну это если вам повезет, так скорее всего за 1.8, примерно, или за 1.85, вы должны знать значение русского слова «подкусывает». Я скажу его вот с иностранным акцентом. Потому что «подкусывает» в этой машине все, что касается, блядь, трансмиссии. По той простой причине, что оно здесь новое. Здесь очень с интересными звуками ходит рычаг коробки передач. Надо прикладывать физические усилия для того, чтобы все это работало. Ну, сейчас не лезет задняя. А! Подкусывает, ну вы помните. Помимо того, что здесь подкусывает рычаг МКПП, естественно, за эти бабки ульяновцы приготовили вам теперь МКПП, здесь немножко подкусывает рычаг раздаточной коробки. И если у вас не лучшая физическая форма, вы не готовы работать руками, то вам придется ездить на заднем приводе. Ну, потому что для того, чтобы это переключить, пока оно только-только вышло с завода, надо весить, как я, 150 килограмм. И сжать от груди хотя бы 150. Иначе вообще не вариант. Так как это армейский автомобиль, в ней зашит идиот НТС. Ну, так это называется в Германии. Это проверка на идиоты. Если вы захотите включить в настоящей машине вторую передачу, у вас это не получится, блин, потому что упрется, соответственно, рычаг в ручник. То есть, если ты включаешь вторую, ну, зимой, это значит, что ты дурак, и тебе нельзя в российской армии садиться за руль этой машины. Прапор там или сержант, или кто будет рядом, выкинет тебя из нее, подвергнет обструкции. Ну, проще говоря, сделает с тобой что-то нехорошее, что обычно не снимают на видео и не выкладывают в ТикТок. И ты будешь ходить пешком. Потому что, если ты дебил, ты не достоин того, чтобы ездить на такой шикарной машине. Знаете, вот обзорщики дорогих автомобилей, вот эти вот гламурные метросексуалы, они обычно рассуждают о качестве пластика. Обычно нормальный русский мужик, поэтому просто вам покажу, какое здесь качество пластика, и как из него пытаются выпрыгнуть заглушки, на месте которых должны быть кнопки, которых вы не увидите за 1,8 миллиона рублей. Это ужасно, пацаны, я вам отвечаю. Это просто, ну, реально катастрофа, причем национального масштаба. Вы, наверное, обратили внимание, что последние вот три отрезка я все время вот так тыкаю пальцем на камеру. Знаете, почему так делал Сталин? Он говорил, расстрелять, расстрелять ту тварь, которая это сделала. И очень жаль, что сейчас его нет с нами. У меня уже на подсознательном уровне идет вот это вот движение, потому что назвать это машиной невозможно. Это издевательство над человеком, над людьми, над гражданами, над страной. Потому что все вот это вот, извините, говно, а по-другому я не могу это назвать, оно стоит сейчас больше полутора миллионов рублей. При реальном честном ценнике, я думаю, ну, 1600 максимум. Потому что это не машина, это спецтехника. Знаете, парни, вот, честно говоря, я не знаю, о чем вам еще рассказывать. Ну, вы видите, что здесь просто нихрена нету. Но мне хочется передать вам вот свои ощущения от того, в чем я сейчас сижу, в чем я сейчас нахожусь, и рассказать вам немножко, как все это едет. Поэтому, наверное, наверное, мы с вами сейчас немножко прокатимся. Знаете, иногда некоторым не везет. Мне вот, например, не повезло родиться большим и вырасти до двух метров. Поэтому в данный момент мое правое полужопие начинает испытывать на себе весь комфорт отечественного УАЗовского сидения. Тут это что-то впивается, и, в общем-то, блин, это очень непривычные, неприятные, нехорошие для натурала ощущения. Почему так происходит? Потому что гений Ульяновского автозавода сделал вот такой вот подлокотник на двери. Вы его сейчас видите. И нога, ну, если ваш рост около двух метров, не может лежать в привычном конфиге. Вам надо ее втягивать и сидеть криво. В целом могу сказать по поводу вот того, хочется мне на этом ехать или не хочется. Не хочется! Но так как мы ведем канал давно, то придется. Давайте это запустим. Мотор заводится хорошо, но не быстро. То есть вся прелесть УАЗа заключается в том, что ты ощущаешь себя настоящим всегда промесловиком, сибиряком, натуралом. И вместо книги с надписью «Холи Библия» у тебя должно лежать все время руководство по эксплуатации. Но если ты дебил, родился и вырос в Москве, а не родился там, где на этом ездят постоянно. Зачем это, я скоро объясню. Давайте начнем движение. Попробуем включить полный привод. С этим есть небольшие проблемы. П**ть у вас! Пацаны, я напоминаю, во мне 150 килограмм живого веса. Я люблю гантели, гири, долбанная коробка, вся ходит ходуном. Вот оно! Как гнилой зуб, со щелчком вошло. Включаем первую и начинаем наслаждаться. Для этого надо поднять, конечно, ногу к рулю, но это уже мелочи. Итак, мы начинаем нашу поездку. Оператор будет потряхивать кадры, будут неровные. Потому что создателям этого автомобиля в 2023 году чуждо покоя понимание, как комфорт. Вошла вторая. Летим километров 30. Третья. Она еле-еле-еле едет на третий. Нас заносят. Это неудивительно, потому что А, Б, С, Е, С, П и все остальное осталось в прошлом. Создаётся впечатление, что ты едешь на тракторе. И это нормально. Я думаю, вы это видите по кадрам. А самое интересное начинается после того, как вы включили пятую. Сейчас у меня выжат изцепление. Вот попытка включить её неподрасчётным углом, четвёртую, пониженную. Она идёт с хрустами. Я попробую объяснить, почему это. Для этого нам надо вернуться к УАЗовской Библии. Итак, друг мой. Если ты оказался в непонятной ситуации, в этой машине что-то не работает, прежде чем звонить в гарантийный сервисный центр, всегда открывая эту книжку. Библию УАЗа Вода. Значит, в данный момент мы испытываем лёгкие проблемы с переключением раздаточной коробки и коробки обычной механической передачи. Открываем 85-ю страницу. Напоминаю, сейчас на дворе 2023 год. Здесь написано «Переключение передач». Мы в нужном разделе. И дальше написано «Синхронизаторы» в коробке передач позволяют переключать передачи без применения двойного выключения сцепления. Мать твою! 2023 год. Вроде всё пока хорошо, но есть нюанс. Однако, с целью ускорения процесса переключения передачи, а это нужно, ёпта, вы это видели, и повышение срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с перегазовкой. Да вы, у вас, ёпта, 2023 год. Это можно просто миллион 750 тысяч рублей. Двойное переключение с перегазовкой. Что у вас вообще с головой? Что вы себе позволяете? Что вы нам продаёте? Ребята, я хочу объяснить вам одну простую вещь. Я выдержанный, спокойный, интеллигентный человек. Вы это только что поняли. Но довести можно любого человека, потому что сама идея в 2023 году продавать вот этот вот суповой набор из костей за 1 миллион 750 тысяч рублей безумно. Эта машина не будет ездить по мирной стране. Она отправится туда, где она нужна. Но, блин, даже в тех условиях надо, чтобы это работало, чтобы это не затыкалось, не клинило, а выполняло свою функцию, за которую все мы отдали нормальные деньги. Мы, конечно, разберём, подпилим, смажем, поменяем масло, приработаем. Но, блин, почему этого не может сделать завод? Тем более, все понимают, куда сейчас идут эти машины. В моём понимании, друзья, должно существовать два подхода у любого автомобильного завода. Первый подход, это когда ты делаешь сырую машину, которую ты не хочешь доводить, но ты продаёшь её очень дёшево, так, чтобы у пользователя не поднималась рука и язык не поворачивался, хаять там или как-то ругать производителя. Ну, понимая, что ты как заплатил, так и поехал. Но, ребята, это не тот случай, как бы, вы же сами видите, что это весьма условно можно назвать машиной. Второй вариант заключается в том, что ты можешь делать офигенную, качественную, хорошую вещь и брать за это много денег. Тогда к тебе тоже не будет вопросов. Ну, потому что это справедливо. Машина офигенная, ты отдал много денег, ездишь и радуешься. Но здесь-то я имею другой случай. Я отдал миллион семьсот пятьдесят и, знаете, утираю совсем не слёзы счастья. Я просто понимаю, что меня, блин, по факту налюбили. И сделали это не немцы, не итальянцы, не американские, а мои соотечественники, которые вот проживают в Ульяновске и продают вот это всё. Кстати, пацаны, у меня к вам вопрос. Чисто из области математики. Вот смотрите, два года назад я купил аналогичный унитаз вашего производства за миллион двести пятьдесят. В нём стояла автоматическая коробка, в нём стояли подогревы, в нём стояли все кнопки и, в принципе, ну, блин, более или менее как-то всё это работало и ЭБС, и ЭРБГ, хоть, слава богу, я их и не проверял. Но сейчас 2023 год. Тогда, вот, когда я её покупал, курс доллара был плюс-минус 75. Вы говорили, там много иностранных комплектующих, поэтому стало дорого. Сейчас 2023 год. Здесь нет иностранных комплектующих, вы выдрали отсюда всё. Это вот та самая машина, которая, в принципе, очень похожа на тот древний УАЗ. Ну, глобально здесь ничего теперь не поменялось. Здесь нет активной безопасности, нет пассивной безопасности, но это швас, откуда ей здесь взяться? Но она стала стоить не миллион двести пятьдесят, как стоила та в топе, а миллион семьсот пятьдесят миллион восемьсот. Вам не кажется, друзья, что вы, как бы это сказать помягче, немножко перегибаете палку, что сейчас не то время для того, чтобы продавать пустую машину, собранную из русских комплектующих, дороже, чем стоила полная с импортными комплектующими. Блин, у вас нет вот такого чувства, друзья? Потому потому что в конце концов не каждый хочет осознать простой тот факт, что его налюбили. Потому что после осознания этого факта к хозяевам производства у народа может возникнуть несколько очень неудобных и неуместных вопросов. Вот из этой серии, понимаете, о чем я, да? Вливяновцы, давайте будем жить по-честному. Если вы делаете вот это, то и берите за это шестьсот, семьсот тысяч рублей, как оно стоит. Зачем этот космос? Зачем эти один и семь, один и восемь? Но оно того не стоит. Это понятно любому. В конце концов, мы сейчас оказались в той ситуации, когда нашей стране нужно много техники. Она должна быть полноприводная, она должна быть рамная, ну вот словом вот такая, вот как эта. Вы ведь, наверное, не хотите заработать на тех людях, которые попали в беду? Ведь правда, ульяновцы? Вот на этой простой мысли я вас сегодня и покинул. Пока, парни! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok